Да можно, конечно, просто надо договариваться. Расскажи, почему одни 9 платили, а другие 2? Что там за дополнительные услуги? Сами дополнительные услуги. Еще что-то с ними делал? Еще раз говорю, что вход в этот бизнес достаточно дешевый. Учил или нет? Да. Даже по поводу того, что расходный материал, у вас буквально салфетки просто не пристирать и как какое-то масло использовать. Или сами, да, не приносить, если какое-то специфическое хотят. Я использую обычные масла, естественно, без запаха. Но лучше всего подходит рафинированное, или нерафинированное холодного отжима оливковое масло. Оно не засаляет поры. Плюс к этому маслу. Наскатите потом. Наскатите, да. Там уже просто не. Потом этот... Добавляю ароматическое масло. Но это каждый для себя тоже сам подбирает. Это отдельный курс по ароматерапии. Сейчас на этом подробнее будет останавливаться. У меня тут уже просто намешано заранее. Несколько видов масел. На Востоке, например, любят очень кунжутное масло. Особенно в Таиланде. Там аэропетические всевозможные техники. Они его подогревают. Оно тоже очень благотонно влияет на организм. Улучшает память даже. На мозг влияет. Ниже не надо. Надо будет. Смартить. Ну, если можно. Запить заодно. Да я-то могу. Аромамасла вообще очень быстро действует на организм. Буквально мгновенно проникая в подкожные слои. И разносят, разносятся с кровью по всему организму. Поэтому достаточно одной капельки. Ну, там, две капельки. Смотря на какой образ вы наносите. Три капельки. Вот. Сейчас я показываю массаж целиком всей спины. Обычно мы делаем по половинке. С этой стороны. Потом я показываю с той стороны. Но просто перед камерой не буду крутиться. Естественно, сначала разогрев идет. Этапы массажа четыре насчитываются. С постепенным проникновением глубже и глубже. Я так понял. Ох, вот и секрет. Мы все на своем. Но это стоит девять, да? Да. Но это уже девять стоит, да. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ладно, ладно. Вот сейчас я делаю так называемый боди массаж. Переходя на такие тайские техники. Я же быстро в демонстрационном режиме все это показываю. Это называется техника ломи-ломи-нуи массаж гавайская. Что в переводе на русский демонстрационного сытого кота. Это моя, да? Ха-ха-ха. Когда я работаю, у меня, видите, включается все тело в работу. Что на самом деле очень полезно. Это еще один плюс, который многие недоделывают, недопонимают из массажистов, когда вы сами можете тренировать свое тело. Клиент, по сути, все равно как вы стоите. Вы делаете ему результаты в том и другом случае, да? Но когда вы работаете, это правильная постановка ног, это правильная постановка тела. Например, когда вот я делаю ему вот такую разводку, мышцы как бы растягиваю, растягиваю фасцию, фасцию потом попозже объясню, что это такое. Такая пленка специальная вокруг мышц. То я не просто за счет своих силы рук, да, развожу кулаками, а я включаю все тело, это вот ее методика из цигуна, когда я практически умиглаю туда и выкручиваюсь в волную в обратную сторону. Работает мой, собственно, позвоночник. Не знаю, на камеру видно? Видно там? Да. То есть позвоночник входит волной. В йоге есть специальное упражнение, люди специально платят деньги на то, чтобы ходить на йогу и их учат как вот там в позе собаки и встают и вот так шевелятся. А тут вот вы практически бесплатно на себя получаете еще одну пользу. Кроме того, ну, очевидно, польза – деньги. Вторая очередная польза – вы несете людям добро, непоправимое добро, да. Потому что многие думают, что вот есть такой стереотип, что ой, если не знать анатомию, то может навредить, а может что-нибудь сломать там, а можно еще чего-нибудь. На самом деле это все страхи опять в людях живут. Если вы живете по формуле сначала быть, а потом иметь, то вы просто понимаете, что принести человеку пользу гораздо проще, чем принести вред. чтобы навредить, это надо еще постараться. Это надо еще куда-то так нажать. Я такого даже вот не знаю. В моей практике такого не было. Уже тысячи людей прошли через мои руки. И с мануальной терапией я и шею людям крутил, и там позвонки вправлял. Но вот не было жалоб. Никто же не приходил. Никто не возвращался. Опять же это все приходит с уровень чувствительности тела человека с вашей практикой. Один ко мне пришел недавно. Швейцарец. Это вообще был номер какой-то. Все думают, что чем посильнее я промну, пожестче пройдусь. Вот я уже начинаю глубже. Вы, Евгений, не то имели в виду. Вот уже чувствуешь? Очень. Вот. И люди обычно думают так, ну клиенты, что чем больше употеет массажист, тем он достойнее отработал свои деньги. Ну такой подсознательный. Они, конечно, это не высказывали, да? А тут ко мне приходит один швейцарец. По-русски вообще не бельмеса. Я по-английски тоже плохо. Ну, слова знаю. Продолжение так плохо составляет. Но мы с вами смогли объясниться. И вот обычно люди так продолжатся, да? С животом вниз. Спину же всегда заказывают. Из моей практики вот сколько я работаю. Девять лет. Один такой пришел. Он плюхнулся на спину наоборот. Ручки-ножки поджал вот так вот, как и мячок. И говорит, мне только релакс делай. Ага. Ну теперь закрой, говорит. Я-то думаю, блин, не знаю. Из Европы, конечно, я это слышал. Кто там приезжает. Ну, он там прикрылся салфеточкой какой-то. Лежит. Я ему делаю. Я говорю, может быть там посильнее чуть-чуть. Медиум такой. Он говорит, не-не-не, релакс, релакс. Я уже там вот так. Но он говорит, еще больше релакс. Я такой слоули, там совсем, да? Легко он там. Вот еще вот так вот. Я буквально по волоскам вожу. Он говорит, о-о-о, да-да-да-да, вот так вот так вот. Круто. Круто. Но на самом деле у меня энергетические руки достаточно сильные и мощные. Я и медиум. И у меня там есть видеоролики, когда даже буквально пять-десять минут, не касаясь тела, в одежде я довожу за счет вот рук женщинам до оргазма. Там прямо оно это… Ну, есть ролик, посмотрите, вы увидите. Сегодня, к сожалению, не успеем показать у нас. Мало женщин. Мы не работаем. Так что в следующий раз. Приходите. Можно сразу, причем это можно даже одновременно делать. Я пробовал с девятью. Девять женщин так вот стояли. Разного возраста, разного там… Сословия. И просто работая на расстояние руками, потихонечку они доходили до оргазма. Оргазм – это высшее состояние счастья. Не тот оргазм, имеется в виду, который физически, да? От совокупления, грубо говоря, происходит. А это оргазм чакр энергетический. Он гораздо ярче, он гораздо мощнее, он гораздо эмоциональнее. Настолько эмоционально, что это объяснить невозможно. И вот я подумал, что может быть этот швейцарист, он может быть… Это имеет в виду, что-нибудь энергетическое такое. Я поднял руки еще больше, на сантиметров, там 7-10, да? И начинаю ему чакры настраивать. Там шарик пошел сюда. А он это… Он такой откатился, глаза загасил. Да, да, да. А он, оказывается, по-русски это одно слово знал. Да и не надо. А он так коронный. Я ему уже дохожу до головы, верхнюю чакру пробиваю, которая связана с космической энергией напрямую. Человеку открываются каналы, и человек может получить, во-первых, оздоровление, во-вторых, какие-то необычные способности даже у него увеличиваются, если с этим планомерно работать. И он такой открывает глаза, ой, нет, вторую руку убери. Я такой думаю, что убирать-то? А как я буду так настраивать? Здесь же, понимаете, нужно цикл закольцевать своим телом. То есть я работаю за счет своей энергетики, по сути. А он говорит, я вторую руку убери, очень жгется. Я такой, как? Он говорит, фаер прямо, это огонь, убирай вторую руку. И это я делал впервые. Я ему 45 минут делал, одну руку вот так, вторую руку вот так. Он меня заплатил хорошо, за все 45 минут. И тут меня осенило. Блин, я же придумал способ из воздуха делать деньги. Я же ни к чему сам его даже не касался. А может, так еще и из дома выходить не надо, там, сразу деньги пересылай, а я тебе тут отсюда помажу рукой. Ну, некоторые шалатаны так делают, да. Чувак же есть там. Он еще давно говорит это, через каждые 10 минут такой, да-да-да, потом пауза, пауза, все, слишком мощно, останавливаемся. И вот так мы все 45 минут, через каждые 10 минут останавливались. Только нас с животом я ему как-то в руку и уводил. Он еще такой это, говорит, волосы нельзя встречать, они дают энергию. Надо, чтобы все тело было волосатое. По лесному проверять, он по лесному накому и поднимает. Я думаю, что ты лезешь, опять с этой, что ты там можешь идти. Голубки из Европы пошли. Прилетели сюда. Да. Оказывается, он смотрел волосы есть у меня или нет. Он говорит, не брей никогда волосы, потому что они дают энергию. И вот... Невероятно это. Сламон мне эти вещи не читал. Сламон. Ну, что-то там они читали. Потом он мне говорит, ты, как говорят, Лукойлов. Я не понял, что такое Лукойлов. Самсон, наверное, Самсон. Нет, ну, Самсон, который, да, в люблейских рассказаниях, там длинноволосы был. Да. Самсон, который мы постригли в эти волосы. Да-да-да, все правильно. Вот я вот так работаю. Это тоже. Копилити на качке идет мышц. То есть, я не только его, я тренирую себя. И у меня есть отдельный курс, как накачаться с помощью массажа. То есть, я в фитнес вообще не хожу. И, в принципе, мышцы, вы видите, достаточные. Я бы уверен, не только на плечах. Только за счет людей. Происходят различные способы, когда я беру, например, крылью подкачу у себя. При этом я растягиваю позвоночник.